Здравствуйте, друзья! Аплодисментов в ладоши набрали. Поехали! Производить впечатление то, что произошло со столицей Корейской Народдемократической Республики за последние годы. Вот бы дома так у себя в России сделать. Половина населения в трудовых лагерях, вторая половина травой ест, а по всей стране плакаты Владимир Владимирович Путина. Впечатляет перемена в облике пьянина. Впечатляет то, как мантуров смотрят на Путина. Как бактерия на антибиотик. Благодаря самоотверженному труду корейского народа, под вашим руководством город стал, конечно, очень красивым. Красиво. Это когда фотографии диктатора расклеены по всему городу. А картины Васнецова, Репина и Вазовского. Это дискредитация красоты и фейки. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу. О! Гендиректор Роскосмоса на заднем плане. Это значит, что в перспективе Северная Корея сможет, как и Роскосмос, запускать спутники прямо в Луну. Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской... Лицо геополитика, который на камеру рассказывает о перспективах и при этом обреченно смотрит перед собой в пол. Это оригинал, кстати. Ни малейших сомнений. Так натурально изобразить безнадегу не сможет даже загримированный Аль Пачино. Не то, что там какой-то двойник. Лаврова... Лаврова, Белоусова и Мантурова пустили в зал переговоров. А когда те сели, приказали им встать и выйти. Потому что первым в зал должен зайти Ким Чен Ын. Пошли. Швабра там в углу стоит. Тряпку взяли и вытерли за собой, чтобы блестело. Исторический момент подписания стратегического договора. Матч Турции с Грузией. Болельщики кричат, Путин. О, свежие медали. В обмен на руки и ноги. Рядовой Небалуев Александр Александрович. Рядовой Иванченко Николаев, позвание офицера, лейтенант. Судя по лицам, я так понимаю, особо никто не жалеет. Надо же, какие красивые, блестящие медали у всех. Впереди, как показывает история, с такими красивыми медалями долгая и счастливая жизнь. Как у тех, кто в свое время вернулся из Афганистана. Так интересно. Такие картинки красивые. Будет о чем рассказывать в электричке, продавая ручки и карандаши. Девочки, а вы что такие грустные? Камера же снимает. А ну-ка быстренько давай улыбнитесь. Ну, вот. Совсем же другое дело. Мальчики вернулись. У них теперь все будет хорошо. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту! Сбежавшие заключенные из сезона Миродина Ростова распилили решетку с помощью пилы, которую им продали охранники за 2500 рублей. А заплатили бы чуть дороже. Купили бы сразу указ о помиловании. И вышли бы прямо через проходную дверь. Это бочки. В которой хранилась фасоль. Которая отравилась уже более 200 человек. А вот как вам такое? Да, бит, конечно, не очень. Попростите. Есть грузинская кухня. Есть французская. Есть итальянская. А вот эта кухня эпохи позднего путинизма. Американские пенсионеры переезжают вот в эти хрущевки. Ну, потому что денег нет. Америка скоро развалится. Привет, обманутый россиянин. Находимся в Чикаго. Штат Иллинойс. Вот такое социальное жилье для пенсионеров. Предоставляют перевозить из Аризоны. Сюда там люди продали свой дом. Вот их не став, там чуть осталось. Продали свой дом и взяли социальное жилье. 500-800 долларов в месяц они просят, что это такое. И живут пожизненно. Дальше покажу. Вот такая у них парковка. Это их машины. Тесла, Инфинити, Тойота, ну, Chevrolet, ну, всякое. Всякое разное. Вот такая парковочка. Это для тех, кто на колясочке. Раз. Вот такой лифт. Первый этаж из города. Корыки чуть замут сгонали. Ну, лучше, чем в России, я думаю. Я думаю, такой лифт. Нигде не насрато. Опорки не тушили. И так мы выходим из лифта. Такое небольшое лобби. Это подъезд. Здесь. Вот так у них все оборудовано. Одна комната. И вторая комната. Туалет, душ и балкон. Да. Жалко, конечно, этих американских пенсионеров. солнеча. Хищовка. ВООЦ. СО. Продолжение следует...